Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здарова, с вами Аркус. В этом ролике я вам расскажу о бонусной неделе в GTA Online. Да, я знаю, что она началась с обновлением и не надо писать такие гениальные комментарии на тему того, что у нас бонусная неделя началась именно во вторник. Я знаю. Но по причине того, что я выпускал другие ролики, соответственно, о неделе я не мог рассказать. А сейчас я о ней могу рассказать и, соответственно, погнали. На подиуме казино у нас стоит Zirconium Journey 2 за 790 тысяч баксов. Это транспорт из нового обновления. Да, Rockstar так решили шикануть и раздали нам этот гребаный фургон. Вероятнее всего, в ближайшее время ждите от меня обзор на данный транспорт. Я так подумал, что стоит начать обзор из фургона. Я уже об этом вроде говорил. Далее. Премиальный транспорт в автоклубе LS. Enos Windsor Cabriolet за 900 тысяч баксов. Чтобы ее бесплатно забрать, надо приходить 3 дня подряд в топ-3 в уличных гонках. Это довольно-таки просто. Взяли своего кореша, вдвоем катаете и за 3 дня получаете по машине. Кое-что хотелось бы заметить. Эта машина вообще по факту у нас в списках появилась еще в том обновлении. И обычно Rockstar подгоняют список как раз-таки под конец обновления. А тут получается тачка из предыдущего обновления перекатила в список тачек из нынешнего обновления. Ну, как-то так. Я думаю, кто понял, тот меня точно понял. Я пытался объяснить более-менее адекватно. Идем далее. Тестовый транспорт в автоклубе LS. Benefactor Steelink GT, Pfister Growler и Vapid Dominator ASP. На некоторые из этих машин имеются скидки на этой неделе. Так что покатайтесь, зацените. По автосалонам в Luxury Autos у нас новенькая Overflot Entity MT. Тачка из этого обновления, которая стоит на секундочку практически 2400. И также Progen Italy GTB. У Симона Benefactor Krieger, Karin Everon, Circonium Journey 2. Как раз-таки тот транспорт, который у нас стоит на подиуме казино. Тот транспорт, который у нас новый из этого обновления. Так что вы можете его просто прикупить. Если вдруг он вам понравился после тест-драйва от Симона. Также BF Surfer Custom и Anis 300R. Тоже тачка из этого обновления, которая стоит 2 миллиона баксов. Далее скидки на транспорту. Сразу скажу, все очень грустно. Потому что у нас началась бонусная неделя с обновления. И, соответственно, уроки не будут делать много скидок. Погнали. Пинефактор Stealing GT за 682,5 тысячи баксов. Кстати, да, дорогие зрители, я отлично знаю, что уроки по фиксиру Stealing GT. Следующая. 30% на Progen Italy GTB за 832,5 тысячи баксов. Следующая скидка. 30% на Karin Kuroma за 66,5 тысяч баксов. И это не бронированная версия. Непонятно, зачем уроки выпустили именно эти скидки, конечно. Возможно, просто они от балды их напихали. И последняя скидка это 30% на самолет Buggyham Vestra. За 665 тысяч баксов. При желании вы его можете загнать в ангар и там его перекрасить. Это максимум на все, что он способен. Скидок на недвижимость у нас нету. Понятное дело, началось новое обновление. Далее, бонусные выплаты. Двойные выплаты денег опыта за задание от DAX. За сюжетное задание от DAX. То есть, это у нас задание первая доза. И за задание Дурилдакса. Это дополнительные задания. Я лично еще их ни разу не проходил на данный момент времени. И, опять же, как пройду, вы увидите ролики. Я думаю, уже какая-то часть это тоже сделала. Ну и, в принципе, по бонусной неделе у нас все. Также дополнительно. С завтрашнего дня, то есть, 16 декабря по 18 декабря, будет бесплатно раздаваться Диклейс Тахома Купе. Та тачка, которую у нас в Rockstar обещали за то, что мы с вами набрали целых 4 триллиона баксов в испытании для грабителей. Стоять она будет на San Andres Super Auto. Опять же, повторяю, она будет бесплатно. Вы ее можете забрать бесплатно. Количество, я точно не знаю. Пытаться это все дело потом продать бессмысленно, потому что стоить она будет 0 баксов. Так что возьмите одну версию чисто для себя. Также после 18 числа она либо же пропадется на Andres Super Auto и, например, на следующей неделе может встать как транспорт, который мы сможем с вами купить. Либо же она просто встанет в список, но уже по своей цене. Как будет по итогу, мы с вами сможем увидеть только после 18 декабря. Так что не упустите свой шанс забрать бесплатную тачку. Ну и, в принципе, дорогие зрители, у меня все. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий на нынешнюю тему обновления. И также такой опросик. Гличеры, которые любят дрочить Каоперика. Попробуйте ради интереса пройти после выхода обновления. Пошла такая тема, что, возможно, Рокки все это закрыли, всю эту лавочку прикрыли. Сделали так, что это сделать сейчас стало невозможно. Если вам не лень, зайдите и ради интереса пройдите. Посмотрите, если так оно и есть, то, если, опять же, вам не лень, напишите мне комментарий, и я поищу об этом всех. Потому что, ну, надо, чтобы люди были в курсе, потому что кто-то спрашивает в комментариях, а я не могу ответить, потому что я этим даже не занимаюсь. Также не забудьте поставить колокольчик. Я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok